добрый день еще раз вот я уже обратно еду покажу вам кубанскую красоту нашу вечно зеленые наши горы я скоро буду в архив очки сниму вам видео с архива 8 все да видите какое у нас сегодня солнышко прям греет это вот дорога похоже на крым едешь тоже вот такие города там горы конечно побольше здесь есть моменты очень хорошие я вот ездишь кому-то на высокая высокая у нас тоже вот город из красивой вообще у нас очень красиво на природа на везде красиво просто она у нас сюда зеленая там на северах просто все покрывается снегом они становятся белые а так видите как в ущелье едем справа слева все деревья по видео даже как бы это вообще красиво пробочка а пробочка за того что там стоит светофор ремонт дороги я тоже стоял в этом видео включил чтобы в пробке не включить и не стояли а дальше сейчас будет еще больше горы я не знаю насколько мне хватит видео снять ветра очень сильные здесь как бы закрыто да а вот я когда геленджик проезжал там прям машину чуть ли не выкидывало так далее до тех поворотов очень крутые повороты то есть ни разу не было вообще многие не хотят ездить по этой дороге потому что они будут наворачиваться не знаю насколько 90 градусов и насколько резко в общем уходят а если ты еще попадешь за каким нибудь грузовиком это все подъемы, спуски, повороты в общем зигзагообразно тут все идет как бы люди доезжающие до архивоосипов и дальше уже не хотят ездить но тут нам повезло, зеленый загорелся, не будем стоять если бы стояли, то напомним оставим я тут весной когда сюда ехал в архивку в работы шли, в принципе я как весной приехал больше из архивоосипов я туда не уезжал, 20 мая приехал но я первый раз в грузовиком ускоряемся первый раз я вообще уехал из архивоосипов поехал только на Кабархиво даже домой не доехал видите какая погодка все равно уже обещали потепление и будет похода вот такая чуть-чуть криво я не знаю в какой поселок заехали на паузу поставлю, поселок проедет все поселочек проехали тут можно будет уже поснимать эти перевалы это еще не совсем крутые, по-моему перевалы видите какие здесь у нас резкие это еще не то там дальше вообще крутые ровные повороты вон красота нашей города все таки красиво наступная компания все таки красиво ехать просто наслаждаться электролюной приятно не видеть, а просто медленно ехать и когда не спешишь да, я никуда не спешу но когда люди сюда ехают уже из далека они конечно уже спешат а выставшие ехать и дома быстрее на место доехали увеличат даже ноги вот красный свет света флоры вот красный свет света флоры здесь тоже на паузу поставлю пойдем поедем дальше так получится, что у меня всегда зеленый светом в мире а это тоже поселочек какой-то не знаю что название и поселок живет ну ну жить здесь конечно в принципе в последних поселках как бы тут заняться ничьми такие небольшие далековато тут опять зеленый нам загорелся ну конечно ворты по 8 там ворты какая поселка была там конечно жить очень хорошо Там побольше всего есть, заняться много, чем можно. Погодка сегодня, конечно, радует, только не радует, а то, что ветер очень сильный. За пять месяцев первый раз я сегодня заехал на заправку. У меня машина стояла, я никогда не ездил. И узнал хоть цену бензина, 45 рублей, там ее заливаем с чем-то копеек. Экономия большая за пять месяцев, если посчитать. Много денег сэкономил. Я даже не помню, почему я пять месяцев назад заживал бензин. На паузу ставил, мне позвонили как раз вот эти вот крутые повороты. Как я вам и говорил на этих выезде, на подъеме, на поворотах, как раз впереди грузовик. Ну, мужик красавчик. Пропускает. Но кто-то впереди не хочет. Или не тянется. Надо просто скачать. Поблагодарить людей. Таким большим машинам тут тяжело в гору подниматься. Еще и на таких резких поворотах. Тут аж уши закладывает, когда идешь на подъем. Ну, чем выше, тем давление сильнее. Ну, самый крутой поворот там был, когда мы позвонили на паузу на старую. Ну, вот тут уже уши закладывает. Вот так вот. Такие выражи у нас на дорогах. От Киринджика до Архипа Осиповки. Как бы километраж небольшой получается. Но ехать во времени, конечно, долго. Вот там очень красиво с правой стороны. Но за рулем я не могу вам показать повернуть. Такие горы красивые. Видите, правым, левым, зигзагом идет все. Вот так, когда до Сочи едем. Так, со своего города, так говоря. И многие за вот от такой дороги, как бы, не хотят ехать в ту сторону. Это еще мне повезло сегодня машин мало. Их практически, если так смотреть нету. Вы сами знаете, когда вы сюда едете, вот эти здесь пробки. Ну, многие в Архипу, конечно, через горячий ключ едут. Они эту дорогу не проезжают. Поэтому многие, наверное, не ездили по этой дороге. Вы тоже видите, какая красота гора. Мы поехали вниз. Теперь мы будем вынести, чтобы они нам подъемы. И вот, опять же, начинаются эти круговые повороты у нас. Смотрите, я даже не знаю, почему они сделают. Это будет по колесам. Видите, какой крутейший поворот. Это как бы на легковой машине, да. Это нормально. Грузовику сложновато. Если еще и с прицепом будет ехать. Только направо повернул, и столзанно влево надо не уходить. Потом опять направо. А вот эти тучки все там и остались, которые убили над горами. Какого там всегда идут. Сидят прямо на горе. Как уже неоднократно говорил, что на Кубани жить очень хорошо. Я бы, наверное, больше бы нигде не хотел бы. Не то, что я здесь пробык. Это стояло бы тепло. И что все в огороде росло. На севере я бы, наверное, не смог бы в этом холоде жить. И по полкуда снег лежит. У кого девять месяцев снег лежит. Ну, я думаю, многие бы хотели переехать в Краснодарский проезд. Но это обычно по возможностям людей. Тоже не хочет в тепле жить. Тоже мазочка как-то не вкладывалась. На Формуле-1 поворачивает. Вот эти полосочки, которые справа, как на Формуле-1. Важно, надо скорость видовать. Прямо могу.